Всем привет! С вами дизайн-просмотр и это первый выпуск в таком формате. До этого мы общались с вами только вживую на событиях, но так как мир не позволяет нам увидеться сейчас, то это идеальная возможность, чтобы наконец встретиться с вами в онлайне. К тому же мы давно этого хотели. Посмотрим, как пойдет и понравится ли он вам. Субтитры делал DimaTorzok Мы сейчас с вами попали, мир еще не видел. И я имею в виду не сам вирус, а те последствия, которые он за собой несет. Мы с вами, как сейчас любят говорить, живем в новой реальности. Весь мир одолевает тяжеловесное слово «кризис». И, разумеется, он затрагивает и дизайн-сферу. Но как? Для многих бизнесов эта история означает остановку, а для некоторых просто гибель. Но остановка или заморозка рабочих процессов в любом бизнесе означает сокращение и перераспределение бюджета на самое необходимое. И, как вы понимаете, дизайн в список этого самого необходимого не входит. Так как дизайн — это исключительно коммерческая профессия, которая расцветает там, где есть бюджет, где есть большой чек и большая надбалочная стоимость, то как же чувствует себя дизайн-рынок сейчас? Главное, что потом? Что будет после того, когда все это закончится? И что нужно делать уже сейчас, чтобы потом не пожалеть? Чувствуя эти вопросы в воздухе внутри дизайн-комьюнити и стараясь найти на них четкий ответ, мы решили сделать этот выпуск. И попытались найти ответ на эти вопросы у профессионалов. Мы связались со спикерами форума «Дизайн-просмотр», с теми, чьи лекции вы наверняка видели на нашем канале, и которые вдохновили сотни дизайнеров на прошлых событиях и тысячи в сети. Поговорим с ребятами из Москвы, Питера и Киева. Это будут как владельцы больших компаний, так и свободные творческие единицы, представители корпораций и совсем маленьких студий. Мы постарались как можно больше разнообразить состав в плане уровня, сфер и направлений, чтобы дать наиболее полную картину происходящего в расчете на многообразие дизайн-рынка. Но, несмотря на разнообразный состав спикеров, мы при всем желании не смогли бы объять все сферы. Нам очень интересно, как это коснулось вас, тех, кто сейчас сидит перед мониторами. Я уверен, что нас смотрят много штатных дизайнеров, фрилансеров, работников типографии, владельцев студии и, может быть, даже уже тех, кто лишился работы. Поделись в комментариях своей историей. Расскажи нам, где ты работаешь, как кризис коснулся конкретно тебя, что ты пережил и что предпринял. Я даже предлагаю сделать так. Поделись своей историей прямо сейчас, до просмотра этого видео, чтобы потом сравнить, насколько твоя история расходится со спикерами нашего выпуска. И возвращаясь к теме. Общаясь со спикерами, мы записали столько материала, что в один выпуск все просто не поместилось. Поэтому мы решили разделить его на две части. В первой части мы проведем обзор ситуации. Знаете, как при разработке брендинга. Перед тем, как приступить к основной работе над продуктом, сначала нужно провести анализ. Так и здесь. Мы сначала узнаем, как в эти нелегкие времена чувствует себя рынок дизайна. Какие потери претерпел. Как обстоят дела с финансовой точки зрения и заказов. Их стало больше или меньше. Какие шаги были предприняты, чтобы адаптироваться к этим непростым условиям. И вообще, как там дела на самоизоляции. И во второй части, которая выйдет уже на следующей неделе на нашем канале, мы поймем, что со всем этим делать. Чего следует ждать. Как будет выглядеть этапы восстановления дизайна рынка. Просядет ли спрос на дизайн или наоборот возрастет. И главное, советы по выживанию. Что делать сейчас, чтобы после всей этой истории выйти сухим из воды. Итак, первый выпуск начинается прямо сейчас. Поехали. Мы созвонились с Андреем Кожановым, постоянным спикером форума дизайн-просмотр, бренд-консультантом, с опытом работы в отрасли визуальных коммуникаций свыше 20 лет. Андрей развивает бизнес партнеров, формирует смыслы и переводит их в точные образы. Он пережил три кризиса и поделится с нами своим опытом. Андрей, залетай в чатик. Привет в этом чате. Очень радостно, что дизайн-просмотр не забывает своих спикеров и свою аудиторию в столь тяжелой ситуации. И особенно приятно, что нашей многотысячной аудитории есть возможность передать привет. С самого первого дня пандемии сижу дома. Ежедневно очень активно работаю. Скоро будет уже месяц этого домашнего ареста. Но в целом настроение боевое. Я бы даже сказал, что рабочий день прибавился еще часа на два, на три. А иногда уходит в ночь. Это не может не радовать. Сверх чего-то страшного на самом деле не случилось. Конечно же, часть контрактов поставлена на паузу. Примерно из 10-8 стоят на паузе. Ну и неприятно, конечно, что практически все командировки все отменены. И это прежде всего региональные командировки. Здесь, конечно, грасновато. Но, тем не менее, несколько клиентов продолжают взаимодействие в постоянном режиме. Это зум, колы, штормы, воркшопы. И последние дни буквально очень много таких оперативных частных консультаций для бизнеса, которые, собственно, приходится проводить. Если говорить про рынок брендинга и компаний в сегодняшней ситуации в целом, не про свой бизнес, то здесь совершенно по-разному все происходит. С теми, с кем я общался, например, действительно у большинства из участников рынка контракты приостановлены. В крайнем случае, расторгнуты. И по той простой причине, что просто все ждут окончания карантина. И мне кажется, что вообще в целом динамика рынка меняется. И большинство проектов теперь будут носить более оперативный характер. Потому что длинно. Мало кто сейчас будет работать. Потому что достаточно тяжело что-либо планировать. Ну и, конечно же, сказывается увольнение, отпуск за свой счет, сокращение, собственно, издержек. Здесь бизнес, в особенности агентский, очень сильно страдает. Потому что мы продолжаем платить аренду за офисы. Но попасть мы в эти офисы не можем. Плюс ко всему, как вы, опять же, знаете, в агентстве, конечно, основная затратная часть – это фонд зарплаты. И я, например, уже знаю 2-3 агентства, которые просто взяли и закрылись еще неделю назад. Ну и, конечно, очень обидно наблюдать, что порой до 80% персонала увольняется. Это очень болезненно, потому что, опять же, собрать команду, ее сплотить, оттренинговать, прокачать людей. Это все стоит дорогого. И, конечно, ужасно эти потери ощущать. Ну и, как следствие, конечно же, начался демпинг. Как вы понимаете, фрилансеров стало в разы больше. И мне кажется, что этот фактор плохо влияет на рынок. Потому что происходит обесценивание услуги. То, чего допустить, я считаю, нельзя. Но это будет все равно продолжаться. Так уж получается, что деньги чаще всего экономятся на брендинг, на маркетинг, на дизайн. То есть, здесь денег будет крайне мало. И мне кажется, что это одна из ошибок сегодняшнего бизнеса. Ну, чтобы вы понимали, вот кризис не кризис, но там сколько, три недели назад был в Тюмени, проводил там интенсив. И там из 90 участников, 70 это были представители местного бизнеса, предпринимателя. Это очередной вопрос, собственно, сколько у кого работает в компаниях маркетинг. И 70 человек подняли руку трое. Это говорит о том, что стратегически бизнес вряд ли в этот момент думает. Для меня, собственно, это уже то ли четвертый, то ли пятый кризис. Поэтому чувствую себя вполне уверенно. Первый, это действительно был кризис 98-го года. вот, он был, по моим ощущениям, с точки зрения экономики гораздо жестче сегодняшнего. Вот, то есть ситуации 90-х, собственно, когда практически не было ни инструментов там, ни поддержки, собственно, предпринимателей, при том было очень много шальных денег. Вот, получилось так, это я помню прекрасно, это была пятница, вот, когда мы с друзьями поехали в ночной клуб, вот, отмечать наступление кризиса, вот, и к утру мы поняли, что большая часть людей, которые там находились, вот, практически стали нищими к утру. Вот, но что начало происходить? В этот момент схлопнулись на российском рынке практически все иностранные рекламные группы и агентства. И, соответственно, в этом отношении отечественные компании начали достаточно активный рост, вот, потому что, опять же таки, бизнес никуда не делся, да, то есть, необходимы были и стратегии, и дизайн, собственно, рекламные компании, вот, обновлять. И здесь мы действительно очень серьезно приросли и заняли определенную нишу. Но с точки зрения вот этих потерь, полной девальвации, собственно, рубля, по моим ощущениям, это прямо было страшно. Вот. Можно вспомнить еще 2008 год, вот, и он, конечно, был менее страшным, вот, но для агентского бизнеса это было очень больно, потому что перед 2008 был достаточно уверенный рост, в этом не удалось, собственно, собрать и сплотить очень крутую команду. Вдруг, вот, собственно, бац, и происходит, как бы, ситуация, как практически все клиенты режут маркетинговые бюджеты, вот, и ты ввязываясь в какие-то тендеры бесплатные, вот, по сути, не получаешь потом денег от контрактов, и тебе приходится делать очень больные такие вырезания, собственно, по сути, людей из компаний, и терять тех, кого ты вроде вырастил, да, ну, а мы же как, как будучи предприниматели и собственниками, да, они же для нас все эти люди родные, вот, мы знаем, что у них в семье происходит, мы там трусуемся вместе, вот, и ты должен вызвать человека в кабинет и сказать, друг мой, все, до свидания, вот, и два вот таких кризиса, могу сразу сказать, я очень влетел на очень серьезные деньги, вот эти друговые обязательства по зарплатам, потому что не мог принять жесткого решения по сокращению персонала. С точки зрения текущей ситуации, я его расцениваю не таким страшным, вот, но замечу, что на самом деле кризисная ситуация достаточно активно развивается уже несколько лет, то есть, ну, как минимум 3-4 года последних мы уже находятся в состоянии кризиса, вот, и коронавирус это, на мой взгляд, просто триггер, определенная, определенная проверка, собственно, вот, которая еще более усложнила ситуацию, вот, когда я говорю, что действительно там 4-5 лет это реально есть, да, мы порой не видим, да, каких-то маркеров, происходящих на рынке, вот, ну, обратите внимание, например, на автомобильный рынок, если вы посмотрите там, и зайдете сейчас на сайты, там, крупнейших брендов автомобильных, вы увидите, что продаются и обслуживаются из всей, собственно, линейки, вот, как правило, там одна, то и две позиции, там, в ассортименте, это уже произошло с рынком, а сколько компаний банкротится и перепродается за копейки, вот, просто огромное количество, 93% бизнеса закрывается в России к третьему году, вот, то есть эта тенденция есть, и главная беда бизнеса, опять же таки, неважно, какого он размера, да, это вот это нахождение в постоянной, вот, в этой зоне неопределенности и в прострации, ожидание того, что мир поменяется, и тогда я выберу какую-то позицию, вот, поэтому вот у меня на памяти таких вот два ярких примера, но они, опять же таки, разные, это нельзя применять там в текущей ситуации. Этот кризис определенно отличается от всех предыдущих, время сложное, но интересное. А сейчас давайте узнаем, как обстоят дела у небольших студий. Мы связались с Мишей Кучиным, руководителем питерской студии М18. Их фишка в особом ручном подходе к созданию сайтов и отсутствии менеджеров и отдела продаж. В каком-то смысле это группа людей, объединенных одной целью и в которой каждый из участников берет ответственность за свои действия на себя. Вероятно, с таким подходом было не так сложно уйти в режим самоизоляции. Давайте послушаем Мишу и узнаем, так ли это на самом деле. Привет, я Миша из М18, я руководитель и основатель этой компании. Сегодня расскажу вам, что, как изменилась моя жизнь, и что происходит в нашей компании, как повлияло на меня лично, на компанию, на рынок. Насчет меня. Я сижу дома, но через небольшое время после записи этой я поеду на работу. Я вынужден буду туда поехать, решать текущие дела, заниматься какими-то бумажными задачами, координационными вопросами. Я такой как руководитель проектов, как руководитель всего. Какой-то информационный центр. Моя поездная работа безопасна. Она состоит из нуля контактов. Я езжу на машине, у меня никого в офисе. Я трогаю ручку дверную дома, я трогаю ручку дверную там и ни с кем не контактирую. Поэтому я в этом плане достаточно ответственно себя веду. Ручку трогаю локтем. То есть ни с кем не контактирую. Ребята на удаленке, как многие, особенно в нашей области, ребята по домам работают. Я постараюсь чуть подробнее рассказать, как мы это наладили и построили. Не так и просто это оказалось. Казалось бы удаленка, удаленка у всех. Зум, какие-то схемки диджитал. На самом деле организовать работу нам было достаточно сложно. В целом мой личный день не сильно изменился. Мой распорядок. Я, как сказал, продолжаю ездить на работу. Возможно, я еще позже стал просыпаться. Мой рабочий день начинается в 12 или в час. Заканчивается в 10. Это не сильно изменилось. Кроме того, скажу, что у нас и так был свободный график. Он стал еще более свободным. То есть мы собираемся в районе 12. Если раньше мы собирались в районе 11, заканчиваем вообще непонятно во сколько. Я на самом деле не очень хорошо разбираюсь в вопросах политических, экономических. Наша компания небольшая, более такая она предкладная. Соответственно, мы можем видеть, я вижу, к сожалению, только какие-то довольно локальные истории. То есть я могу понимать, что некоторые клиенты заморозили свои рекламные бюджеты. Могу видеть, что кто-то не так решительно идет с новыми заказами к нам. То есть, естественно, нас это коснулось достаточно прямым образом. Самих нас это коснулось только со стороны проектов, рекламных бюджетов. У нас, в общем-то, не то чтобы рекламное агентство, но сайт, наш основной продукт, это чаще всего часть рекламной маркетинговой, соответственно, некоторые заказчики заморозили бюджеты, заморозили свои ответы на наши предложения. Это достаточно быстро все произошло. То есть за буквально месяц мы поняли, что они не так смело заказывают у нас. Кто-то просит подождать месяц перед описанием договора, кто-то задерживает платеж на две недели, потому что нет бюджета и так далее. То есть это пришло к нам практически сразу. Вот, теперь про компанию и про команду. Это наиболее интересная штука, то есть это то, чем мы занимались в последний месяц или чуть больше. Как мы реагировали, что мы делали. Мы пошли на удаленку одним из первых. Это был какой-то вторник, мне кажется, 4 недели назад. Сегодня тоже вторник. Да, ровно месяц прошел. Я один из первых стал думать, что нужно подойти ответственно и каким-то образом реагировать на ситуацию. Я написал в наш телеграм-чат, ребята, что по короне, что по короне делать будем или что-то вроде этого. Они не ответили сразу и мы стали обсуждать это лично. Мы тогда были в офисе, это был понедельник. На следующий день мы уже не вышли на работу. Мы приняли решение не рисковать. Хотя реакция была со стороны некоторых сотрудников. Нафиг, это все переоценено. Это лишний какой-то хаос сеется информационный и так далее. Соответственно, я принял решение. Это было интересно принять такое решение. Сказать, нет, нет, мы дома. Нет, давайте по почте, давайте настраивать средства коммуникации, переносить инфраструктуру и так далее, и так далее. Все это базовый просто не выход был, обычный не выход. Но понятно с пометкой, что это не выходной. То есть мы, оставшись дома, стали пробовать. До этого такого опыта не было. И сотрудников, которые просились работать дома, и, например, один рабочий день в неделю предлагали, или там в месяц, или что-то, я им отказывал, потому что не был уверен в том, что они сохранят эффективность. Доверие есть, но доверяй на проверяй. Вот, то есть опыт был первый, опыт был достаточно сложный. И мы, начиная от того, что там с того вторника мы остались, мы стали настраивать нашу инфраструктуру, перенастраивать. Мы стали перенастраивать некоторые процессы, мы наладили некоторую дополнительную отчетность ежедневной, какие-то сверки, созвоны. Сначала это было в одном виде. Ребята мне утром присылали списки того, что они планируют делать, с учетом того, что я прошу их делать. Вечером они постили результаты в нашу внутреннюю систему. То есть мы старались одним образом действовать, потом мы вынуждены были перестроить для еще большей эффективности. Пописали небольшие апдейты в нашей системе. В общем, в нескольких этапах мы эту удаленку настраивали. И можно сказать сейчас, только через месяц, что у нас начало получаться. Если кто-то считает, что удаленка это просто, я готов поспорить. Настоящая удаленная работа эффективна, это достаточно непросто. Ребята, по моим наблюдениям, дома все-таки имеют обыкновение расслабиться. Даже, может быть, не расслабиться с целью отдыха или поедания какой-то еды, или спанья, а просто немного выбиться из общей системы. Я, в свою очередь, теряю картину полную. Я не понимаю реально, что делать кто-то или иной человек. Скорее всего, он не просиживает штаны, но я не совсем понимаю, как мне сложить это в единую картину. Соответственно, мы основное усилие потратили на это. Что еще? Насчет нашего офиса. Известна тема, что кто-то уже съезжает и закрывает какие-то свои заведения. Но, скорее, это кафешки, кофейни и так далее, наверное, процесс уже пошел. Потому что, если выручка напрямую связана с посетителями, а посетителей нет, там все гораздо сложнее. У нас этот месяц даже больше, чуть-чуть офис был пустым. И произошла достаточно интересная история. Мы уехали из этого офиса. Там сложилось три обстоятельства. Да, вы не ослушались, мы покинули офис и увезли вещи на склад. Три обстоятельства. Мы давно хотели покинуть этот офис. Около года мы искали новый. Мы искали какой-то более интересный, креативный. С выходом на крышу, во двор, с доступом 24 часа, где можно тусить, выпивать. Я не знаю, что это еще. Искали даже больше воды, наверное, офис. И здесь прямо совпало первое вот это. Второе, то, что нам прямо с 1 апреля подняли аренду. И я подумал, как же так они поднимают аренду, если нужно снижать аренду. А офис пустовал. Ну и третье, то, что я решил сэкономить на аренде, потому что неизвестно, сколько мы еще просидим дома. Ну, например, 2 месяца мы просидим дома, 3 месяца аренды. Это больше 300 тысяч. Я решил не рисковать. Вот. Очень хороший повод выбрать такой офис, да, и не тянуть резину больше, да, и в нужный момент просто снять. Плюс я предположил, что большое количество недвижимости будет свободно в ближайшее время. Мы сможем выбрать какой-то подходящий нам вариант, и он будет сильно круче всего того, что у нас было. Вообще мы сменили 3 офиса, то есть это как бы нормально. Этот переезд меня скорее взбодрил. Вот сейчас мы арендуем склад. Там есть одно рабочее место, и это то, куда я поеду. Это очень даже в стиле М18 и в концепции hungry and foolish. Там хорошо, там настоящий склад. Вот. У меня там есть быстрый интернет, там есть сервер. Кстати, по поводу серверов. Я в какой-то момент стал бояться, что нельзя будет выходить из дома. Ну, по примеру Москвы, да, я чуть-чуть решил перестраховаться, и основу нашей инфраструктуры я перевез домой. То есть у меня, почему я сижу на кухне в углу, а у меня в одной комнате стоят сервера, шумят, и мы не можем записывать там, в другой комнате спит ребенок. То есть я, в общем, да, все в стиле М18. Сервера самые настоящие, две машины здесь у меня дома, одна машина на складе. То есть все удалось за один день достаточно быстро перебросить, перекинуть, и все работает. Все работает. Мы довольны. Ребята заходят сейчас в данный момент, они работают в серверах, которые у меня за стенкой. Насчет заказов я упомянул. То есть основная штука, что кто-то что-то заморозил, да, но у нас в работе достаточно много всего. То есть в первые месяцы мы работаем с тем, что есть, с тем, что было. У нас большой пул достаточно всего в работе. Мы приняли один новый заказ, мы его начали делать. То есть это хороший знак, что есть те, кто готов заключать договоры в такие времена. Это у нас основной клиент-девелоперы, это заказ от девелопера. Им понадобилось соорудить онлайн-продажу. Естественно, это их реакция на происходящее. Они сказали, у нас некий онлайн-офис. И что интересно, мы параллельно стали думать, действительно параллельно, а не после этого заказа, над предложением особенного продукта. То есть этот самый онлайн-офис, по идее, мог бы пригодиться всем. И по сути наша реакция на изменение условий рынка, это то, что мы будем предлагать теперь не только сайты, порталы девелоперов, какие-то инструменты покупки недвижимости, но еще и онлайн-инструмент, консультирование по недвижимости и продаже недвижимости. То есть в идеале через несколько месяцев мы предложим то, что девелоперы смогут заказывать готовый продукт, покупки и выборы недвижимости. Что ж, кризис — это время перемен, и будем надеяться, что эти перемены к лучшему. Следующий гость — Пакрас Лампас, пожалуй, самый известный художник нашей страны. Его работы можно увидеть в лучших галереях современного искусства. В Дубае, Гонконге, Женеве, Нью-Йорке, Майами и Париже. Интересно, как эта ситуация коснулась человека, который работает с компаниями по всему миру? Всем привет! С вами Пакрас, Пакрас Лампас, художник, каллиграф. Хотел бы перед тем, как мы начнем, сделать некоторое обращение. На мой взгляд, сейчас в индустрии очень много прекрасных профессиональных конференций, и я бы хотел видеть все больше представителей женской аудитории в сфере спикеров. Поэтому рассказываю вам о прекрасных профессионалах не только в сфере дизайна, вы, думаю, и так всех там знаете, а еще и в сфере современной иллюстрации, фотографии, искусства. Это Маша Янковская и Саша Сахарная. Они очень круто делают и уверен, что могут поделиться своим невероятно крутым опытом. Поэтому вот хотел бы видеть больше женских спикеров на грядущих конференциях. Всех обнимаю, ну и начнем, собственно, рассказывать о том, как мы себя чувствуем во время изоляции и что с нами происходит. Первое. Как меня это коснулось? Ну, начнем с того, что я записываю свою историю из Петербурга. Я в Петербурге открыл свою новую студию на Василиостровской, и мы уже были практически готовы к тому, чтобы открыть наш шоурум, запустить нашу тату-студию, и в итоге из-за коронавируса все встало. Но это не значит, что я не могу приходить в студию работать над своими холстами, так как я живу здесь практически в соседнем доме и не нарушаю самоизоляцию, чего я вам советую, особенно если вы можете ограничить свои передвижения на общественном транспорте, ограничить свои передвижения вообще на транспорте и избегать места скопления людей, делать все максимально дома. Итак, что у меня происходит? Ну, начнем с того, что изоляция началась для меня давно, потому что я, как художник, которого постоянно приглашают на всякие международные проекты и события, уже с февраля стал активно следить за ситуацией и подозревать, что, наверное, сейчас может произойти что-то жесткое. Поэтому я внимательно писал письма всем своим коллегам по поводу того, как там насчет съемок, как насчет всяких европейских поездок. И в марте все началось с того, что Биеннале по каллиграфии, которая проходить должна была в Шарже, это Арабские Эмираты, прислала всем письмо о том, что в связи с повышенной угрозой мы нас с этим не рекомендуем своим всем участникам приезжать в Эмираты, несмотря на приглашение и так далее. А позже вообще получил письмо о том, что, друзья, к сожалению, Департамент здравоохранения все массовые мероприятия закрывает, наш музей тоже закрыт, и все события мы переносим. Поэтому Биеннале будет неизвестно когда, а ближайшая выставка, куда мы приглашаем вас с участием, будет в декабре. Параллельно с этим пандемия в Европе, у меня уже были куплены билеты в Париж, и, естественно, в Париж я не полетел, поэтому вот работаю дома, и весь март я провел уже в Петербурге, зная заранее, что будет такая жесть, я отменил все свои поездки, все свои мероприятия, заранее постарался договориться с организаторами, что, не знаю, я поддержу как смогу при случае тот факт, что вообще отмена, которая сильно бьет по всем, кто связан с ивент-бизнесом, в общем, все мы люди, поэтому стараемся друг друга поддерживать. Что происходит дальше? Естественно, так как все, что связано с экономикой, напрямую зависит от самоизоляции, и вообще от изоляции людей, мы со своей командой обнаружили, что скоро будут перебои, поставка тканей, вообще работы заводов, подрядчиков, всего, что связано с производством одежды. А тут у меня в соседней комнате, в соседнем пространстве шоуру, и мы активно готовились к запуску новой коллекции, должны были снимать вторую часть лукбука в Париже, как раз в марте. И мы первое, что сделали, это постарались оптимизировать все свои расходы, постарались увидеть все грядущие какие-то сложности, связанные с арендой, с проектами, с какими-то, условно говоря, тратами, экспериментами и прочим. Максимально все где-то поджали, сохранили всю нашу команду вместе. Большинство наших ребят работают сейчас либо из дома, либо приезжают в студию, если они совсем близко живут и могут воспользоваться такси. Но в основном, естественно, пока работаем из дома и готовим много таких вот единичных экспериментальных позиций, которые не нужно делать на производство. Таким образом, еще и производство тоже, к сожалению, сейчас многие закрываются и ставятся на паузу все обязательства и свои циклы. Поэтому мы хоть как-то стараемся сохранить баланс и в плане бренда, и в плане грядущих проектов. По поводу моей жизни на изоляции. Ну, логично, что у меня появилось очень много времени, на которое я даже не надеялся, потому что обычно у меня все по сезонам, и если мы говорим о зимнем сезоне, то я работаю много в мастерской и делаю какие-то там коллаборации, диджитальные проекты, пишу полотна, то весна начинается сразу с поездок. Это и проекты, связанные с неделей моды, и проекты, связанные с различной выставочной деятельностью, с галерейной деятельностью, с будущими первыми зачатками стрит-арт-проектов, не знаю, расписать стены, куда-то прилететь с лекцией. Все это, конечно, отменилось. И поэтому я сижу в мастерской, у меня получилось огромное количество времени на мои полотна. Я заказал себе целую машину этих полотен совершенно разной формы и начал сразу готовить полотна к будущим выставкам, не обращая внимания на то, что вот, казалось бы, у меня из прошлых полотен еще ничего не показалось, да, ни на биеннале, ни на галерейных каких-то наших планах. Тем не менее, сразу работаю на будущее и в целом всегда старался инвестировать в будущее. В том числе созданием новых полотен и вообще формированием нового стиля, новых принтов, которые из этого могут потом образоваться и так далее, и так далее. Естественно, самое важное – это сейчас внимание к близким, к семье. У меня семья не в Петербурге, поэтому я с ними просто созвоню, стараюсь как-то тоже поддерживать, смотреть, чтобы они тоже соблюдали дисциплину. И наша команда для команды не самый простой процесс, потому что у нас были довольно четкие планы. И, конечно, если я как художник могу очень грамотно распределять свои инвестиции, хранить часть гонорара в валюте и в целом меньше тратить, то бренд – это совершенно другой процесс. Я думаю, что очевидным сказать, что бренд зависит от очень большого количества вещей, включая поставки ткани, включая производственные циклы, включая заказы за несколько месяцев заранее. И так как это все влияет, мы стараемся делать больше уникальных вещей, мы занялись еще больше нашими социальными сетями, мы реорганизовали наше сообщество в Инстаграме в такой довольно сильный профиль, получается чаще отвечать и быстрее на сообщения. В общем, там, где мы раньше видели, что нам нужно что-то доработать, сейчас мы активно дорабатываем и таким образом балансируем где-то повышенные убытки, определенной поддержкой нашей аудитории и тем, что мы можем где-то выйти в небольшую прибыль или в ноль. Это очень важно. Что еще? Конечно, как любой художник, мы там, да, творческий, я могу из одного проекта легко переключиться на другой, поэтому из-за того, что вирус отменил все оффлайн мероприятия, я стал рассматривать заявки на проекты, которые ко мне приходили или вот сейчас приходят на всякие диджитальные вещи. И на самом деле там все классно, много запросов сохранилось, потому что многие проекты делаются, например, в марте, в апреле, в мае с точки зрения производства контента, но при этом запуск проекта отложен на декабрь или планируется в декабре или в следующем году, и я могу свободно творить мастерской и, в принципе, даже не испытывать никаких сложностей, связанных с самоизоляцией. Ну что ж, а теперь перейдем от свободного художника к представителю большой компании со сложной организацией внутренних процессов. Юрий Ветров с нами на связи. Всем привет, я Юрий Ветров, руковожу дизайном и брендом в Райфрайзенбанке, до этого руководил частью дизайна в Мэллор Группе. В банках все нормально, то есть я думаю, последние организации, которые почувствуют кризис, но как бы вопрос, насколько долго все это будет продолжаться, вот, если это закончится к лету, как многие прогнозы говорят, то там будет как-то одна просадка. Если это будет длиться до осени, до зимы, ну, наверное, никто не уйдет беспроблемным, вот, поэтому неизвестно. То есть пока все нормально, кроме того, что все перешло в удаленку, и поскольку это было все достаточно спешно в режиме, никто к этому не готовился, были какие-то такие моменты, когда было неясно, как работать, вот, но там за пару недель у всех появились доступы, все заработало, вот, и все сейчас как-то справляются. Единственная, конечно, беда в том, что у нас получилось так, что было много вакансий открыт, и они как раз начали закрываться примерно к началу карантина, и в итоге у нас вышло пять дизайнеров в пикюре карантина, что достаточно хардкорно, потому что ребята не смогли нормально влиться в команду, познакомиться, все это делалось на заранке, и это, конечно, непросто, поэтому, там, конечно, усилия по адаптации людей в таких словах, они особенные, а вот один человек у нас выходил, даже мы собеседовали его, и собеседование было буквально в последний день перед закрытием, как бы, всего на удаленку, и по факту человек толком не смог с командой даже пообщаться, познакомиться, потому что все было в таком вот раздраве, там разные офисы, между ними перемещение сложное, в тот момент уже было, и вот так вот он ломается по мелочи. Есть один из нюанс, то, что это все очень сильно смывает границы работы и жизни, и если раньше было проще, это как-то балансировать, ты ушел с работы, и все, ты не на работе, то теперь у тебя, в общем, где эта грань, и многие пытаются состоять созвоны на совсем раннее время, ну, там, естественно, у каждого какое-то свое комфортное время для прихода на работу, кто-то действует по 11, вот, а сейчас оно как-то сместилось с этим раннему утру, я сначала не сориентировался, ну, я прихожу к 11, я такие, впадал со звона в 9 утра, что мне было вообще некомфортно, я начал тоже как-то подрезать, поэтому, ну, приходится в этом формате тоже все это выстраивать, ну, наверное, это все проходится, это не смертельно, потому что есть компании, которые работают на удаленке полной, тоже InVision, например, где у них все люди сидят вне единой офиса, как-то живут, поэтому это все можно построить, ну, единственное, что это займет несколько месяцев, пока это не станет эффективным, хотя все равно я считаю формат оффлайновый более продуктивным и более склеивающим, плюс, опять же, для людей, которые не знакомы с друг другом, особенно сложно все вести, поэтому, да, мы как-то все настроимся, мы будем работать, будем продолжать делать хорошие вещи, но это, там, требует какого-то доп. усилия, поэтому, условно, то же объемный работ, что я делал раньше за условно 8 часов, сейчас на него нужно 10 часов, чтобы делать хорошо, и это минус, и вот те самые, кстати, часы, которые были на дорогу, они тебя съедают за счет того, что это стало чуть менее эффективным, да, по поводу адаптации к всему этому делу, чего было, ну, как у всех, наверное, сначала пару недель такого хаоса, ты лечишь какие-то быстрые проблемы на ходу, то есть, началось с того, чтобы обеспечить, помочь команде доступы удаленные, там, у нас выделили технические ребята, которые этим занимались тоже, и, собственно, поддержка техническая, они прям сидели ночами, чтобы это все решить, ну, я тоже как-то там помогал, приоритизировать, помочь команде это сделать, потому что самое первое, это просто, чтобы все продолжило работать, чтобы остались доступы, мы могли читать почту, и так далее, и так далее. Дальше попытка сохранить нормально план работ текущих, и, в общем, мы как раз должны были пригласить скаммастера для того, чтобы помочь нам наладить такой очень быстрый, хороший и оперативный процесс, но это все начало накладываться, оно уже здесь сначала перед карантинной вещь, когда начались закрывательные страны, кто-то был в карантин, и так далее, и так далее, и потом, собственно, это все вообще превратилось в какой-то бесконечный, ну, не хаос, но решение горячих проблем, вот, поэтому у нас это все подкладывалось, вот, но сейчас мы как раз пытаемся это правильно сделать, вот, потому что команда полуновая, то есть, это же у нас была уже в компании, с другой стороны, мы также склеиваем две группы, бренды интерфейсов в единую рабочую группу, и это такая большая история, чтобы люди друг друга поняли, произошла некоторая ломка, и нужна как раз была помощь, вот, вот, чтобы это произошло, вот, но оно пока отложилось, не знаю, как-то и выкрутимся. По поводу эффективности, я, наверное, уже говорил, и то, что сейчас на вещи, которые раньше делались, одно количество времени тратится гораздо больше времени, но, я думаю, когда-то это оптимизируется, там, есть непривычные вещи в те же созвоны, когда у тебя в переговорной есть понятный этикет, там, ты говоришь по очереди, тут очередь непонятная, это немножко сбито, но в целом плюс-минус все наладилось, я помню, я еще читал серию статей насчет удаленной работы, удаленного дзай-менеджмента, и плохо, когда часть команды удаленная, и когда у тебя, условно, сидят ребята в переговорной все вместе, и там два человека где-то там по телефону, и это тогда сильный слом, разная динамика, начинается, вот, ребята, которые сидят вместе, они начинают между собой общаться, других немножко, ну, не специально, но выталкивают из диалога, вот, но когда все на удаленке, это как-то ровнее происходит гораздо, это так в забавном моменте, потому что, когда ты работаешь в таком миксовом формате, да, ты чувствуешь, что неэффективность всего этого дела, тебя бомбит, но когда все на удаленке, это немножко по-другому, и это для меня, наверное, один из главных выводов, я его прочитал, вот, теперь я на себе увидел, это интересно, вот, поэтому, есть плюсы в фокусе, наверное, то, что меньше отвлекающих факторов, когда к тебе могли подойти, спросить что-то, с другой стороны, все же, что-то в чатах, а чаты, это, конечно, вообще дичь, которая отнимает больше времени, вот, ну, что-то в плюс, что-то в минус, суммарно, скорее, мне кажется, просадка эффективности, и в долгую, я не знаю, как можно сказать, сложную инициативу, но, по крайней мере, я ожидал худшего, вот, сейчас все идет более-менее ровно, поэтому, наверное, пока не так страшно, но это пока. Можно сказать, что для больших компаний самым сложным оказалось перейти на удаленку, а как изменилась жизнь тех, для кого работа из дома, это обычный формат. Поговорим об этом с Вениамином Веком, фрилансером, который питал опыт работы в сервисе, печати, в вебе, технологии и рекламе. Привет, я Вениамин Век, я дизайнер, работаю примерно 4 года, может быть, чуть-чуть побольше, вот, занимаюсь, собственно, фрилансером. Я в целом сейчас дома, как и всегда, работаю. На самом деле, я бы не сказал, что что-то очень сильно, типа, изменилось. Формально, там, для меня, там, для других фрилансеров, которые занимаются вебом, все осталось точно так же. То есть, мы так же, грубо говоря, не ходим на работу, точно так же пытаемся, там, выполнять заказы и так далее. И, соответственно, там, уложиться в дедлайны и, там, пытаться все успеть. Если описывать, там, мою жизнь, условно, сейчас, и, там, в декабре, там, или, там, не знаю, в сентябре, все абсолютно то же самое. Встал, позавтракал, сделал зарядку, на самом деле нет. Вот. И просто начал работать. Да, то есть, единственное, чего не хватает, наверное, ситуации, в которой ты можешь просто, там, условно, выбраться из этого дома и чуть-чуть себя развеять, а потом, там, сесть, условно, в кафешке с ноутом и дальше продолжить работу. То есть, так-то, в целом, все одно и то же. Общая ситуация на рынке довольно сильно изменилась. то есть, она, я бы сказал, наверное, просто перевернулась именно вот вверх дном. То есть, ставить, там, не знаю, ситуацию для компаний, для дизайнеров, для кого угодно, там, условно, вверх и вниз, то есть, у нас, там, снизу это весь оффлайн, да, а сверху это весь онлайн, то просто поменялся именно конкретно приоритет. То есть, сейчас, абсолютно все компании, абсолютно все дизайнеры и, короче, все должны максимально устремиться вот туда наверх, потому что внизу внезапно, ну, как бы не стало денег из-за того, что просто люди, ну, там, банально не могут, там, ходить, там, заказывать кофе, там, есть и так далее. Естественно, думать о том, что надо бы как-то, там, рынок нам вернуть или, не знаю, как-то поставить его на место уже не имеет абсолютно никакого смысла. То есть, рынок поменялся и поменяться, соответственно, следует именно нам. То есть, грубо говоря, мир нам предложил новые правила игры, новые правила, там, работы, и нам нужно просто придумать способ, как сделать так, чтобы мы в этой игре все еще остались. По деньгам, в общем, ситуация довольно странная. Мне казалось, что, вообще, мне почти каждый месяц кажется, что денег не будет, а они есть. То есть, до всей вот этой шумихи, всей этой пандемии и так далее, я работал больше именно с графическим дизайном и, соответственно, там были одни деньги, условно, там, зарплата, там, 100 тысяч рублей. Вот. там, делая только граф. Но на данный момент мне и, там, моим знакомым пришел именно веб. Вебе больше прайс, то есть, соответственно, больше, большее количество проектных денег, вот. И я бы даже сказал, что я чуть-чуть побольше зарабатываю, там, условно, там, не 100, а 150. Не знаю, просто ушел весь граф, пришел весь веб. и это так взаимно заменилось, что очень, ну, то есть, не знаю, я часто читал на всяких, там, сайтах и так далее, то, что у дизайнеров нет работы, нет проектов, нет денег, нет, ну, и так далее. Как минимум, нет подушки безопасности, вообще, у кого она есть, у меня, наверное, тоже не было. Вот. Но, там, мне даже казалось, то, что не знаю вообще, что с этим делать, но заказы все равно есть, если просто ты предлагаешь, наверное, то есть, там, двум клиентам, которые отказались работать, одному из них я предложил просто делать веб, и, соответственно, мы начали делать веб. Вот. И прайс, естественно, тоже увеличился, потому что сейчас ситуация сложная, и, вот, и чуть-чуть это можно приумножить. Единственная только проблема в том, что, там, условно, ты договор не подпишешься, предоплату можешь не получить, но, блин, а что делать, не работать, что ли? Вот, соответственно, просто супер максимальный просет, конечно, там, не знаю, наверное, в первый месяц, а во второй, когда все поняли, что надо работать, то есть, именно клиенты поняли, что им нужно работать, не ты, тогда они пришли, о, Вень, давай мы сделаем с тобой, типа, вот это, пожалуйста, очень надо. Я такой, окей, x2 прайс, сделаем, все. Среди нашей аудитории довольно много фрилансеров, я надеюсь, что вы переживаете этот кризис с такой же легкостью, и, если это так, пишите в комментариях. А сейчас давайте послушаем основателя достаточно крупной дизайн-студии Logomashina, которые сделали более двух тысяч логотипов и фирменных стилей для клиентов из 25 стран, от Южной Кореи до Канады. Ну что, друзья, всем привет, меня зовут Роман Горбачев, я основатель, директор компании Logomashina. Я сейчас нахожусь в своей небольшой квартире, которую я снимаю, и всегда я ее использовал только для сна, то есть это такое место, куда ты приходишь, ночуешь, и, соответственно, потом занимаешься своими делами. Сейчас мне приходится в ней находиться постоянно, и это, конечно, ну, не супер, довольно неожиданно, это не супер приятно, и за себя могу сказать, что режим карантина, строгого карантина я не соблюдаю. Я стараюсь придерживаться двух правил, это самое главное, никого не заразить, потому что у этого заболевания есть бессимптомный период, и я очень боюсь заразить своих родителей, свою бабушку, поэтому сейчас мы с ними вживую не общаемся. И второе, я боюсь как-то по-глупому попасть в больницу и занять чье-то место. Тем не менее, я выхожу на улицу, я провожу время на природе, я не контактирую с большим количеством людей и соблюдаю все эти правила, которые мы все знаем. Что касается обстановки, как я ее вижу, сейчас чуть-чуть спала вот эта вот прям паника, потому что первые дни, когда объявили вот этот недокарантин, что-то непонятное, машин на улице практически не было, людей тоже. Сейчас могу сказать, что люди чуть-чуть расслабились, хотя на самом деле вот этот пик эпидемии, судя по всему, мы еще не прошли, вот, но по настроению люди чуть-чуть уже приспособились, потому что первые дни было непривычно. если говорить за меня, я сейчас скажу не супер популярную вещь, но за эти годы, мне уже чуть больше 30 лет, я был только в Белоруссии, кроме России, я один из этих людей, человек в футляре, который не особо путешествует, я не особо ловлю от этого какой-то кайф, я больше люблю заниматься проектами, заниматься какими-то, реализацией своих идей, и для меня вся эта ситуация, она не была такой шоковой, я не сошел с ума от того, что мне приходится часто сидеть дома, и мой образ жизни, ну, не супер сильно сменился. Что касается непосредственно нашей деятельности, что касается рынка дизайна, что вообще с ним сейчас происходит, происходят довольно простые, понятные вещи, дизайн не является товаром или услугой первой необходимости, поэтому очень многие, те, кого кризис непосредственно затронул, они от дизайна очень легко избавляются, то есть сбивают себе косты на дизайн. Если у них были дизайнеры в штате, эти дизайнеры переводятся либо на удаленку, либо вообще увольняются, и работа продолжается с какими-то фрилансерами. Если люди сидели на каком-то достаточно дорогом агентстве, или студии, они соскакивают на агентство подешевле. Многие абсолютно отказываются от всех своих планов по дизайну, и это очень четко зависит от индустрии. Есть ряд индустрий, которые пострадали наиболее сильно, ну, все их знают, это условные авиакомпании, это магазины, которые торгуют одежды, рестораны, этот список можно открыть и посмотреть, и примерно, ну, условно, где-то 80% индустрии пострадали от того, что происходит, и процентов 20% они на этом, на условии вот этой изоляции, на всей этой пандемии, да, они выросли, да, ну, онлайн-образование, онлайн-связь, и онлайн-ритейлеры, короче, практически все со словом онлайн, оно так или иначе выросло. все товары не первой необходимости, типа ювелирки, они, соответственно, у них очень большие убытки сейчас, и дизайн непосредственно такая сфера, которая очень зависит от предпринимательства, от предпринимательской активности, и все сферы, у которых серьезные проблемы, они, соответственно, свои расходы на дизайн, они закрывают инвестиционные проекты, то есть, хотели запустить какой-нибудь под проект, под бренд, и в этот момент у них, соответственно, это все ставится на паузу. И те немногие сферы, у которых сейчас рост, они наоборот активизируются, кто-то переходит из оффлайна в онлайн, и им там нужен дизайн. Но, опять-таки, это все перекрывается тем, что люди в условиях кризиса, они не знают, что будет завтра, это условия неопределенности, и поэтому они не готовы тратить так много денег, они хотят деньги придержать, и это как плохая новость, то есть, на дизайн они будут тратить тупо меньше. Так и хорошая новость для фрилансеров, если вы фрилансер, очень многие переключатся с довольно дорогих агентств, либо с внутренних сотрудников на фрилансеров, потому что фрилансер, у него самые низкие косты, кост это, условно говоря, у студии косты, это съем офис, аренда офиса, это обслуживание компьютеров, уборщицы, прочее, 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 все, что поддерживает жизнь в студии. У фрилансера этих костов нет, соответственно, фрилансер это самое оптимальное, самое дешевое, самый дешевый способ получить дизайн. Давайте расскажу в двух словах, что конкретно произошло в логомашине в связи со всеми этими событиями. Во-первых, мы только-только переехали в новый красивый двухэтажный офис с отдельным входом, вот буквально, по-моему, первый месяц мы там просидели, и тут все эти новости, и офис довольно дорогой, и мы тут же принимаем решение. У меня был довольно позитивный прогноз на этот кризис, но мы с моим партнером по бизнесу обсудили и приняли решение съезжать вот прям одним днем, что называется, и на всем этом мы потеряли не супер большие деньги, но где-то тысяч, наверное, 300 мы на всей этой движухе с переездами и прочим потеряли. Плюс у нас сейчас не введено никакое чрезвычайное положение, поэтому очень спорный момент, можем ли мы так делать или нет. Соответственно, возможно, еще будут какие-то судебные разбирательства с этим связаны. У нас, очевидно, отвалилась часть клиентов, как раз-таки из тех групп, которые, вот эти вот группы риска, у которых самые большие проблемы, самая большая неопределенность. Сейчас пока я прям точно не могу сказать, как на нас это повлияло, но мы готовимся к просадке от 30 до 50 процентов. Мы, в принципе, готовы. Готовы пережить, то есть именно в режиме выживания пройти вот этот кризис, просто чтобы сохранить систему, сохранить команду, и как только будет обратное движение маятника, подстроиться. Что еще мы сделали, кроме отказа от офиса? Мы переводим всех дизайнеров на сдельную оплату, то есть это как раз-таки то средство, которое позволит нам подстроиться под разный сценарий. Если будет совсем плохо, то там, условно говоря, один дизайнер нам обеспечит производство всего дизайна. Если будет все нормально, то, соответственно, ребята будут примерно в таком составе, как сейчас. В такой ситуации, что у нас сейчас вдруг стало супермало заказов и очень много свободного времени, такой ситуации не настало, потому что работа, она как газ имеет свойство заполнять все пространство, которое под нее выделено, поэтому чего-то сверхъестественного мы сейчас вдруг не начали делать, нет такого, что у нас куча свободного времени, мы там, не знаю, изобретаем что-то. Ну что ж, друзья, мы плавно подошли к последнему спикеру и у нас на связи Киев. Антон Шнайдер, сооснователь популярного бренда Ксения Шнайдер и арт-директор Сила. Господи, я же говорил тебе, Господь, я сижу в Киеве на карантине с 4 апреля, потому что у меня жена вернулась из Парижа и мы самоизолировались как послушные, короче. Ну, мы выезжаем куда-то по делам, где мало людей, то есть там в офис можем за чем-то заехать, но в целом вот уже получается месяц я сижу дома. Мне окей сидеть дома. Как будто не сильно что-то изменилось. Короче, все интересное происходит в интернете. Ну, моя личная реакция довольно прохладная. Хотя понимаю, что люди очень сильно перекрываются, ну, что гулять им нельзя, что боятся заболеть и все такое. В целом, как бы знакомые, все мои, они, ну, понятно, как и можно и в интернете такое встретить. либо сидят дома супер безвылазно скорее, потому что боятся сами заболеть, либо, ну, забивают куда-то, ну, как бы забивают в плане все равно куда-то ходят, там, не знаю, за город ездят и так далее. Самоизоляция не влияет на мою креативность, потому что, ну, или на какие-то процессы креативные, потому что я их в основном сам все придумываю как-то у себя в голове. Короче, это как сидел дома, так и сижу. Ну, типа, не зависит, или переписывался в телеге с кем-то, кидаясь, ну, идеями. И так же и сейчас происходят редки были, ну, специальные сессии, когда мы встречались и что-то придумывали, может быть, какие-то старые, ну, на старте проекта. То есть, вроде не влияет, ну, да, есть шуточки всякие на тему мысли, ну, в смысле, просто голова сама начинает генерить, типа, не знаю, типа, нужны жвачки с антибиотиком, который сразу на подлете во рту убивает, там, типа, микробов всех, ну, не микробов, этих вирусов. Ты такой постоянный антибиотик живешь. Влияет, вот, офисная работа, ну, странно, кто же, ну, двояко, короче, с одной стороны мы стали созваниваться и более что, сфокусированно говорить о чем-то, ну, типа, потому что у тебя, как бы, ну, как, тебе надо запариться, грубо говоря, собраться и все такое. С другой стороны, пропал ли, шуточки, грубо говоря, ну, не шуточки, ну, короче, всякий треп около. Он, как бы, пропал, ну, в смысле, не то, что пропал, уменьшился. вот, еще стало понятно, что кто из людей, грубо говоря, люди, как бы, на ремоуте, они такие, ну, короче, как будто стало понятнее, кто полезный, кто нет. Ну, типа, вот, если ты человека долго не видишь, а все равно все происходит, значит, он не очень нужен, оказался. Короче, непонятно, что будет, миллиарды убытки вообще в целом в фэшне на рынке, ну, все об этом пишут. Основная причина, понятно, ну, типа потребление сократилось, и главная причина, очень много дорогой одежды, и вообще вот этого всего, дизайнерской одежды, покупают азиаты. Азиаты в этот раз не приехали на маркет, то есть они не приехали закупаться в шоурумы по всему миру, соответственно, упал, ну, упали продажи, и переносится его точно не будет, следующий фэшн вик, ну, соответственно, не будет шоурумов, что-то из них куда-то дальше переносится, как бы сезон перенесли, куда-то, не знаю, на сентябрь, по-моему, первое, ну, не первое, а как бы точно страдает то, что вот такое напускное, ну, как бы ненужное, то есть все люксовое, типа фэшна, или какого-то маркетинга, овер, ну, как бы ненужного, но который ради эксперимента был сделан. Не знаю, у нас там закрылись проекты, там, допустим, были какие-то коллаборации с какими-нибудь брендами известными, и не очень, и вот они все позакрывались, потому что это все эксперименты, это типа, как бы сейчас не до экспериментов. Ну, непонятно, как будут люди покупать, ну, то есть и как будут байеры покупать, и как будут покупать, соответственно, кастомеры, ну, люди, которые уже носят одежду. А байеры ориентируются на людей, то есть они себе, как бы, понимают, такие, так, я это продам или нет. Короче, все думают, что сейчас фэшн провалится по деньгам, но, может быть, полетит по креативу, то есть у брендов, как бы, есть шанс что-то переосмыслить, ну, именно в плане, как-то усилить бренд, не знаю, в какой-то, в лайфстайл податься, просто что-то транслировать, какую-то философию свою, не знаю, вот, лично, ну, мы именно этим и занимаемся, то есть мы, как бы, у нас появилась, типа, пауза, чтобы подумать, потому что обычно ты, ну, в этой гонке не можешь об этом о всем подумать. Вот. И вроде, хотя, с одной стороны думаем, с другой стороны кажется, что работы стало больше, потому что, так как китайцы не приехали, давно, еще до того, как появились все карантины и все такое, мы некоторых людей отправили в отпуск за свой счет, кого-то, как бы, ужали в зарплате, но и в функциях, то есть меньше, как бы, требуем. Ну, короче, как-то пытаемся захоронить максимально, что можем, но порезали. Короче, грубо говоря, теперь многие функции самим приходится делать и работы, как будто, наоборот, прибавилось, типа, она обратно вернулась, то есть когда ты ее делегировал, теперь я опять сам должен это делать. Также ко мне посыпались предложения что-то сделать для кого-то, не знаю, логотип, стиль, сайт, что-то еще, пластинку оформить. люди поняли, что, ну, мне так кажется, казалось бы, работа должна уменьшиться для меня, но люди как будто поняли, что сейчас я не занят и начали спрашивать, ну, я этим воспользовался. Вот, я начал носить кожу и взял алкогольный проект, но это вино. Ну вот, друзья, первая часть выпуска подошла к концу. Как можно подвести итоги? При разговоре со спикерами я поймал себя на мысли, что в целом держимся, ребята. Да, не без трудностей, но прошел уже месяц изоляции. Для некоторых этот месяц можно назвать сумасшедшим, но настрой оптимистичен. С чем это связано? С внутренним человеческим желанием подавить плохие эмоции или же с неподдельной уверенностью в своих силах в будущем? Не знаю, наверное, у каждого по-разному, но я замечу, прошел только один месяц. Что будет дальше? Как будет выглядеть этапы восстановления дизайна рынка? Чего следует ждать и что делать сейчас, чтобы потом не пожалеть? На эти вопросы наши спикеры ответят во второй части выпуска, который, напомню, выйдет уже на следующей неделе. Чтобы не пропустить следующий выпуск, обязательно подписывайте на канал, если это еще не сделал, включая уведомления и не забывай про лайки. Это лучший критерий вашей поддержки. Так как это первый выпуск на нашем канале в подобном формате, нам очень интересно ваше мнение. Поделитесь своим впечатлением от увиденного. Как вам? Зашло или не очень? И хотите ли вы чаще общаться в таком формате? Также пиши в комментариях, как тебя коснулась история с пандемией, и как ты ее пережил и пережил ли? Чего претерпел? И какие шаги принял, чтобы вылезти из всего этого? Все, друзья, вас жду в комментариях. Это был дизайн-просмотр. Берегите себя, это сейчас самое главное.